Ребята, всем привет! Мы пришли с Ироничком на 28 мая, хотели купить петличку, посмотрели, но немножко нам не понравился звук, будем выбирать, смотреть, чтобы вам было хорошо наслышано. Купили чехол для моего телефона, наконец-то. И кисти мне надо купить. Да, Ира хочет купить кисточки и что еще, какую краску? Гуашь, нет? И масляные посмотреть краски, какие еще есть. Да, потому что Ира любит рисовать. Купила белые, титановые, белила, потому что остальные краски у меня есть, закончится, я куплю новые. Хочу купить по одной, вот такой вот, большой, потому что эти сказали, что качественные. А те, которые я в первый раз купила, они мне не очень нравятся. Вот такую модель я хотела, они очень мягкие, легкие, но здесь на 28 мая моего размера нету, есть только в парк-бульваре, но мы сегодня туда уже не поедем. Короче, Ирка осталась без кроссовок, к сожалению. А на эти кроссовки уже давно ищет, они никак не может найти. То их Генджик Моли не было. Ну, говорит, они есть в парк-бульваре, но туда нам же идти. Я сказала уже. А, ты сказала? Я забыл, извините. Мы сейчас, короче, хотим пойти в индийский ресторан, хотим попробовать индийскую кухню. Я ее раньше ел много, потому что жил раньше с индусами в общаге. Вот, поэтому сейчас хотим найти такую кафешку. В центре, где-то у нас очень много индийских ресторанов, но они в основном считаны для пакистанцев, я так понимаю. Потому что в боку много пакистанцев. Кстати, сейчас Ирончиком гуляем, и людей реально очень мало в городе, хотя сегодня воскресенье, немножко странно, да, обычно воскресенье, все просто бывают в центре. Мы все по ресторанам сидим. Не знаю, или в торговых центрах, может быть. Да, но погода сегодня тоже, кстати, приятна, хоть и холодно, где-то 3 градуса, плюс 3 градуса пасмана, дымка такая стоит. Но нам как бы нравится, потому что нет ветра, кстати. Вот стоит только ветер сейчас подняться, будет реально дубак. Короче, зашли в ресторан, называется Намасте. Уже заказали, после вас немножко ознакомлюсь с меню. Тут, правда, на английском, но я думаю, в принципе, все понятно. Это, тут типа супы, салаты, аппетайзеры. Вот мы, значит, заказали, что мы заказали курицу. По-моему, вот это вот, да, баттер. Баттер, да, вот это заказали. Но она будет неострая, попросили, что мы сделали неострую. Вот заказали такую курицу в тандыре с соусом, походу, с чесночным. Готовить, кстати, все на огне, сказали, что в тандыре. Так что попробуем. А, и взяли еще классное блюдо. Я его ел также с своими друзьями-индусами. Вот это блюдо. Блюдо с сыром, тоже очень вкусно. Ну, раньше было вкусно. Сейчас попробуем, как тут. В общем, принесли нам блюдо. Это, получается, сыр. Это, по-моему, соус карри, сыр. Это хлеб такой. В тандыре тоже готовился. И курица в масле, сливочном масле. И тоже, в принципе, хлеб еще один в масле, в чесночном, так понимаю. Так, ну что, пробуем. Это, да. Все, как тебе, это лепешки пишет? Да, можно лепешки. Какие-то лепешки у нас. Мы никогда не ела, кстати, индийскую кухню. Ну, так особо не пробовала. И мне захотелось вспомнить молодость. Интересно. И сладенькая, но это что такое, пищенькая, пряная. Я же сыр попробую. Этот сыр мне всегда напоминал адыгейский сыр. А ты что-то наподобие готовил нам вот с этим сыром. Помнишь? Так, возьмем сначала с курицей попробуем. Вкусно? Да. Да, это очень вкусно. Так, вы знаете, что-то тут сливочный соус. Разные специи. Такой, знаете, мягкий вкус. Мягкий вкус. Мы попросили, что нам делали не острое. Не острое, да. Мы не можем острое есть. Я по все время, да, не могу есть острое, но... Сейчас попробуем с сыром. С адыгейским похоже. Но мне больше сырный понравился, чем куриный. Но это два разных блюда. На самом деле. Ну, это два блюда мне больше понравились, сырные. Они хоть и похожи, что они там консистенция одинаковая, но... И лепешка вкусная. Но они два разных блюда. Этот более сладкий такой, а этот такой более мягкий такой вкус у него. Более для нас, как бы, ближе-ближе к нам это блюдо. Но мне также сыр тоже понравился. И хлеба тоже очень вкусный. Ребята, нас еще угостили настоящим чаем масала. Давай, поснимай его, как он выглядит. Но он соленый. Он соленый, да. Или сладкий. Ты мне сладкий делал? Нет. Он из дома как-то делал. Ну, не знаю. То есть, ребята скажут, что это настоящий чай масала. И он в основном туда использует специальный чай. Это чай с молоком. Специи разные. Но из наших специй, которые мы знаем, это зенджофиль, то есть имбирь. Но ты не привыкла, потому что ты ожидаешь сладкое, оно соленое. Кстати, можно добавить сладкое. Можно сделать сладкое. Я не уж и добавил сахар, потому что в настоящем индийском чае не бывает сахара. Но он только, знаете, ребята, густой, наваристый, очень крепкий чай. Не знаю, мне понравился. Ну что, ты рекомендуешь нашим подписчикам этот ресторан? Намасте. Да. Ну, только кроме чая. Чай не зашел, да? Ира так и не выпила. А все равно лучше. Ну, чай, нет, чай крепкий. Те, кто любит крепкие чаи, welcome. Те, кто, как Ира, любит такие чаи обычные, то нет. Ну, вкусно. Кто любит специи, кто любит такие яркие, душистые блюда, это точно вам понравится. Еще мы с собой возьмем курицу в тандыре. Мы ее заказали, правда, но она долго готовится. Из-за этого мы, наверное, возьмем с собой и дома же поедим. Ребят, вот этот ресторан, называется Намасте. Получается, возле ресторана Фируза. Вот вы, вот так идете, и вот прямо к ресторану. Все, нам все понравилось. Наша курочка с собой. Угостим родителей. И поехали к ним гости. Если вы завтра захотите вкусно покушать именно индийскую кухню, то вообще приходите даже и не думать. Потому что, естественно, я переживал. Я думал, что, блин, в Бакуе, наверное, не получится покушать индийскую кухню, потому что будут не те специи, не те ароматы. Но я ошибался. Там реально было все, как мне угощали мои друзья-индусы. Но, конечно же, дизайн немножко страдает. Но это во всех индийских ресторанах такое есть. Интерьер. Да, то есть во всех индийских ресторанах, к сожалению, интерьер немножко к нему, скажем так, не особо уделяет внимания, да, скажем так. Там чисто еде у тебя есть. Но еда вкусная. Это самое главное. Кстати, мы уже перестали ехать в центр на машине. Все время едем на метро. Это очень удобно. Не нужно искать парковочное место. Торчать в пробке, да, и быстрее. Реально минут пять, и ты уже в центре. Мы сейчас до динчилика доедем, там сядем на машину и поедем. Да, мы с машиной паркуемся у метро, и все, так и едем. В общем, решили приготовить самоварный чай. Разожгли костер. У нас, кстати, нет трубы. Как вы знаете, без трубы, кстати, самовар очень плохо горит. Но в нашем случае горится хорошо. Есть такие деревяшки специально длинные. Какая для самовара. Отличный материал. Это мы добавляем розу. Хочешь еще немножко добавить? Чуть-чуть. Все, ребята, вода закипела. И кладем так сверху. Правда, там у нас огонь, но ничего страшного, что там потухнет. Чтобы заварка у нас заварилась. Так, и Рончик сейчас будет нам наливать чай. Как настоящая геленька. Что-то я не умею. Сначала кипяточек. Хотя нет, сначала нужно заварку сделать. Короче, ты тоже не умеешь чай делать. Ну ладно, ничего. Все, заварочка пошла. О, какая духмянная, ароматная. Так, наш маленький тортик. На один раз. На один раз. Потому что мы покупаем большой, он остается. И мы его много кушаем, да. Мы на один раз взяли. Да, чаечки, конечно, у нас светленький получился. Этот потемнее. Мама нас за это поругала. Скажет, что чаек не умеете делать. Но мы хотим просто на ночь пить такой легкий чай. Ребята, всем привет. Если вы помните, в Букане Недано мы Ироничка выбирали кроссовки в Манго. Но не было подходящего размера. Эти кроссовки ей очень понравились. Но, к сожалению, мы не могли найти их больше нигде. Потому что в других филиалах их тоже не было. В итоге мне вчера позвонили с Манго. Сказали, что, ребята, мы нашли эти кроссовки. Только остался один размер. Треться в 8 размер. Вы приходите, забирайте. Но Ироничка об этом не знает. Сейчас сделаю ее только маленький сюрприз. Да, вы скажете, что это вроде бы кроссовки. Ничего особенного. Но, знаете, как говорится, мелочь. Но приятно. Ну, Ироничка, мы пришли к Манго-магазину. Что ты думаешь? Что мы здесь делаем? Ты реально нашел их? Да, заказал их. Мне позвонили. Сказали, что все-таки остался одна модель. И я скажу, ну, привозите их в Гянджик Моу. Мы их здесь заберем. На самом деле я уже решила... А что ты не рада? Я рада. Я решила уже оставить эту идею, потому что там был один размер. И он был вообще в каком-то другом моле. Но нам же потом позвонили, скажут, что там его тоже нет. Что он типа для этих... Для кого они сказали? Для работников каких-то своих. Это максимально странно, потому что это не дешевая область. Да. И сказали, что типа нет вообще. Типа, ребята, извините. И вот мне вчера позвонили, скажут, что ребята, есть... А остался один какой-то размер. Приходите, забирайте. Вау, наконец-то! Вот эти кроссовочки. В принципе, ничего особенного. Просто обычные кеды, кроссовки, да? Мне нравятся они кожаные, натуральные, мягенькие. В общем, Ирончик меряет эти кроссовки. Это тебе не на картонке в 90-х, да, на базаре в холоде мерить. Ну, это как-то странно, что они сказали, что это для каких-то работников... Для сотрудников, да. Для сотрудников. Их цена 116 монат. Да, сказали, что есть размер парк Бульвар, но он теперь для сотрудников. Давай я устроюсь в Манго, поработаю, там, возьму готовки и уйду. Они тоже их покупают за свои деньги, чтобы понимала. Только 50% за скидка, да. Да, мне нравится. Они такие, ну, да вы, они такие хорошенькие. Пацанские. Пацанские. В итоге, ребята, я тоже не сдержался. Купил себе спортивный костюм. Купили мы его в Нью-Йоркере. 90 монат. Я помню времена, когда заходили мы в Нью-Йорке. Там самая дорогая вещь. Там стоило монат 20-30. А сейчас просто костюмчик. Там со скидкой, да, по-моему, даже было где-то 90 монат. Да. И решили мы еще прийти, кстати, в центр. Тоже здесь погулять. Сегодня у нас выходной день. Солнце так слегка светит. Правда, такой ветерочек легкий есть. И опять же, все дороги ведут в центр. Да, вот, да. Вот реально мы с Ирой подумали, что мы опять пришли в центр. Центр, центр, все время центр. Мы сейчас находимся в парке Малакан. Да, по-моему, называется этот Малаканский парк. Мы бегали с Ирончиком по старому городу. И в итоге наткнулись на архитектурную композицию. Да, это называется? Да. Любовную историю. Любовную историю, да. Тут можно, в принципе, все прочитать. Есть QR-код. Да, есть QR-код. Мы можем просканировать его и прочитать полностью всю эту историю. Возможно, она тут и была, но мы почему-то иногда не замечаем. Нет, ее не было. Видно, что она только не дана, но ее отреставрировали. Нам сказали про мыслей Малаканова, что он стоял уже там 2 года. А мы тут тоже не ходили. Мы хотели пойти по той улице, по которой мы ни разу не ходили. Тут огромное дерево. Ирестай, пожалуйста, стоят с деревом. Оно, видите, огромное, величественное такое. Вот ее полностью срезали все ветки. Ну, это понятно, потому что кругом дома. Чтобы ничего не обрушилось. Да, мы здесь с тобой не ходили, как ни странно. Мы тут не были. Гулять по таким старым улицам, конечно, одно удовольствие. Очень атмосферно все. Старые дома. Мне очень нравится, что эти дома, Кузьмич, что они не совсем отреставрированы. То есть, они не совсем такие белые. Обычно их так шкурят, так, чтобы они были прям белые. Вот они такие темненькие, с черными полосками. Это больше нравится, конечно. И мне напомнилось все-таки Черногорию. Помнишь, как тоже гуляли по старым городам Черногории? Что-то похожее, конечно, но почему-то мне в старом городе больше нравится. Тут как будто меньше людей. Мне кажется, люди уже тут нагулялись. Им же здесь неинтересно. А нам все равно здесь интересно ходить. Именно вот в старом городе летом бывает свежо. Потому что солнце не падает. А зимой бывает тепло, потому что ветер не так задувает. Похоже на ручную, да. Потому что вон лица. Все ручную делается. Очень красиво, ребят. Смотрите, как необычно. Я думаю, что это все ручную делается. Да, интересно, ручную. Это, наверное, какая-то галерея. И все разные, видите, вот все разные. Тупо разные все. Такая композиция. А внутри, смотри, там что внутри. Там тоже что-то есть внутри. Надеюсь, там на нас никто не смотрит. Мы, как обычно, проголодались. Потому что только завтракали. Пришли в кафешку, заказали себе покушать. Поедим. И скажем, вкусно-невкусно. Все, нам принесли покушать. И Ронечка уже пробует. Оно, по-моему, даже подито сливочным маслом. Поэтому такое. То же самое у меня. Взять такое, знаете, овощное мясо. Плов там снизу. У Иры снизу в картошку, да. Решили все это еще полирнуть к чаечкам. И Ронечка заказала себе еще пахлаву с мороженым. На улице зима, а человек будет кушать мороженое. И потом кашлять, да, по утрам. В общем, ребята, Иронечка хотела турецкую пахлаву с мороженым. Но его не было. Поэтому Ира сейчас делает такой хендмейд. Самодельный вариант. Она берет так пахлаву, разознательно на две части. Туда кладет мороженое. И такой получается сэндвич. Но можно еще больше мороженого положить. Кстати, очень вкусно. Горячий чай, холодное мороженое. Сладкое. Что? И пока-пока эмаль. Вкусненько. Мы вкусненько поели, выпили чай. Ира счастливая. Еще немножко прогуляемся, ребята. И проходим мимо армянской церкви. Просто гляньте, в каком она идеальном состоянии. Вообще, то есть без всяких там проблем. Мне просто интересно, вообще в Армении есть мечети, которые в хорошем состоянии. Не, ну по-любому есть. Но мне кажется, они все разрушены. Они все на ужасном состоянии. Да, здесь церковь закрыта, но она здесь. Отлично. Она охраняется. Везде камера, как бы, да, чтобы никто там ее не загадил. Ну, вот так вот. Может, значит, отношения даже к другой религии людей. Да. Соответственно. Ряды, гляньте, сколько голубей. Их подкармливают, женщины их кормят. Как классно вообще. О, как они кушают. Вот этот костюм я купил сегодня. Черный низ, серый верх, как у Ироничка. Похоже, да. Такой оверсайз. Нам нравится такое одевать. И мои кроссовочки. Ирины кроссовочки, да. Вот так вот. Сейчас Ира, кстати, будет рисовать картинку Сени и Гриши. Вот тут вот. Майк-то как патритор нарисует. И только голову, да, попадут, получается, и все. Я тоже Ирина рисовала, кстати. Она у нас художник. На минималках. Продолжение следует...